Детское радио представляет К 75-летию атомной промышленности При поддержке госкорпорации Росатом Придумано в России Великие открытия и удивительные изобретения В программе для самых любознательных Придумано в России Жила-была девочка Маша Обычная девочка И вот однажды, в день рождения Родители подарили Маше телефон Обычный вроде бы телефон, как у всех Да вот только выяснилось, что есть в нем кое-что необычное Вернее, кое-кто необычный Меня зовут Всезнайкин И живу я тут, в Машином телефоне Кто такой Всезнайкин? Инопланетянин? Компьютерная программа? Телефонный домовой? Никто этого не знает Зато сам Всезнайкин знает все Придумано в России Привет, Маша Привет, Всезнайкин Погоди, у меня тут машина на рекорд идет Сейчас круг пройдет... Аааа... Чего это она? Бензин кончился? Батарея села Слушай, Всезнайкин, когда уже изобретут вечный двигатель? Сколько можно с этими зарядами мучиться? Хочу вечный источник энергии, чтобы раз и навсегда Нет, Маша, вечного двигателя не существует, но... Что «но»? Но есть водород. Это такое вещество, которого в природе видимо-невидимо. И как его использует этот водород? Ну, как с его помощью получают энергию? Это называется термоядерный синтез. Помнишь, я тебе про ядерную энергию рассказывал? Да, там ядра разделялись, и выбрасывалась огромная энергия. Атомные электростанции с помощью этой энергии электричество вырабатывают. Правильно, но в термоядерном синтезе все иначе. Ядра водорода не расщепляются, а соединяются под воздействием высокой температуры, и от этого появляется огромная энергия. Ты знаешь, где есть водород? В воде есть. Правильно, он есть в воде, он есть в воздухе. Это самое распространенное вещество во всей Вселенной. Ух ты! И раз водорода много, то и энергии может быть много-много. Да. И знаешь, где такой процесс идет уже многие миллионы лет? Где? На Солнце. Оно поэтому и горячее, что там постоянно термоядерная реакция происходит. И тепла от этой реакции выделяется столько, что и до нас через миллионы километров долетает. Маша, ты куда? Хочу напитаться солнечной энергией. Если она термоядерная, то я заряжусь и долго-долго смогу бегать без устали. Закрой окно, простудишься. Людям с лучами солнца энергия не передается. Чтобы зарядиться, тебе надо съесть что-нибудь. Я смотрю, у тебя бублик лежит на столе. Ешь его скорее. Точно. Это он у меня с завтрака остался. Сейчас съем. Но раз у нас такая полезная энергия есть, почему ее везде не используют? Потому что долго не могли придумать, как этой реакцией управлять. Она была неуправляема. А сейчас придумали? Да. И придумали в России. Сначала ученые доказали, что такое вообще возможно. Ведь чтобы соединение водорода происходило, нужно его нагреть до 150 миллионов градусов. А это много? Очень много. Ни один материал не выдержит. Расплавится. Но все же академики Андрей Сахаров и Игорь там придумали, как с этим справиться. Что же они сделали? Они взяли бублик. Что? Они создали модель термоядерного реактора в форме бублика. А как же можно засунуть в бублик эту термоядерную реакцию, если она такая горячая-горячая? Есть одна хитрость. Какая? У тебя на холодильнике висят магнитики. Если их снять и между двумя магнитиками расположить малюсенькую металлическую крупинку, то она будет висеть в воздухе. Ух ты! Волшебство! Никакого волшебства. Это так действует магнитное поле. Ученые подумали и создали большущий аппарат, похожий на бублик, в котором магнитное поле удерживает раскаленный газ. И он ничего не сжигает в бублике. А называется этот аппарат такомак. И будет гореть наше земное солнышко. Такомак? Вкусно звучит. И где же такомаки стоят? На крупных промышленных предприятиях, где нужно много энергии. По всему миру уже построено 300 такомаков. Это чистая энергия, без вреда для окружающей среды. Наши атомщики сейчас участвуют в международных проектах создания термоядерных реакторов, чтобы у всего человечества был неиссякаемый источник энергии. Ух ты! Здорово придумано! Придумано в России Продолжение следует